Что было до и вот сейчас после сессии. Он улыбается, смотри. До мне хотелось швыряться телефонами в окно и об колено ломать ноутбук. Сейчас я подумал, что от этого провоку сильно не будет. Будет поломанный ноутбук об колено и выкинутый в окно телефон. И сейчас у меня есть ясность, что... Ребят, смотрите, у меня оказалось древний телефон, который дерьмово записывает звук. Извините за выражение. И древний компьютер, который надо выкинуть в ведро. И я сейчас начал сильно сомневаться, вообще получится ли у меня что-то записывать или нет. Это, конечно, мои проблемы, что у меня дерьмовый айфон какой-то древний. Но чисто технически, я не знаю, я в эфире или нет, если что, заблюрите меня или удалите. Я просто немножко не к себе. Ноутбук всегда звонил, всегда звонил. Сейчас очень медленно работает. Непонятно, то ли с каналом что-то, то ли там обновление какое-то подкатило. Поэтому выхожу с Таниного телефона. Я понимаю, что технику надо менять, но на текущий момент что-то меня прямо это выбешивает. Вот, как-то так. Привет. Привет. Ну, ты вышел, на самом деле, крутая диагностика появилась. Ты можешь теперь в список внести своих желаний или даже обязательно что-то себе обновлять. Что купить в течение месяца после программы. Да, это здорово, конечно. В смысле, по-любому. В общем, пока эта техника, которая есть, я даже элементарно, я есть в чатике в одном, телеграммском, где мы друг другу должны видео кидать каждый день. И я не кидаю, потому что у меня айфон не может больше одной минуты загрузить. Он начинает меня долго грузить и просто вышвыривает меня. Это мои, конечно, проблемы. Вот, можно, конечно... Ты тебе разреши просто, Петр. Разреши себе. Ты себе это разреши. Может быть, бонус какой-то придет. Вот, неожиданный, абсолютно. Ты такой, оба, а у меня обновился телефон. Ну, надо же. Да, возможно, да. Ну, ладно, извините, что я очень сильно вас задержал по времени. Я думаю, что можно будет встречу в связи с этим подсократить, чтобы я по делу все ответил. Как вам такой подход? Как бы все равно у нас полчаса даем. Раз уж на первом задании, занятии, тут такие вот непонятки получились. Ну, бывает, короче. Зато ты продиагностировал канал свой. Мы твой продиагностировали. Это вот часть этой сессии, на самом деле. Хотя бы за полдня предупредь, какие сессии там, или, может, ты задерживаешься, или еще что-то. По времени, получается, мне будет удобно так же, как после Ани разговаривать. А так, пока, честно говоря, у меня нету картинки. Как это объяснить? Пока я не понимаю, что мне надо делать, откровенно говоря. Вот мы и первую встречу проводим. Первая встреча об этом. То есть у Ани тоже мы сегодня выиграли. Она тоже не понимала, не понимала, а потом в конце. Это Эврика! Эврика! То есть задача сегодняшней сессии в 30 минут нам что сделать? Постановка цели и мотивация. Вот это две главных задачи, которые как двигатель помогут тебе просто на собственном топливе нестись и не реализовывать. А то, что мы в последний момент только назначили встречу, потом у нас связи не было, потом мы опоздали, потом оказывается тот. То есть это надо проанализировать и как бы разобраться, в чем причина. Это не именно... Может быть в нас это причина, мы тоже подумаем. Вряд ли, вряд ли. Вряд ли в вас. Между тобой и нами какая-то коммуникация неправильная. Короче, каждый свою аналитику включает. Здесь я увидела момент, что вот первый, например, тебе сложно снимать видео реально, потому что у тебя древняя техника. Может быть ты этого тоже боишься. Я пошел на программу, а снимать не на что. То есть чтобы в кайф это было, в комфортной такой среде, действительно нужна соответствующая техника. Я подумал, что можно купить что-то типа GoPro китайского за 2000 рублей и на нее снимать и кидать. Как вариант. Это же как бы не проблема. Мы тоже GoPro хотим. Ну, тем более, смотри, 2000 рублей всего-то, да? Вот, а Dex, вот в ДНС есть такая контора, называется Dex. Они китайские делают, ну, китайское GoPro, там, по крайней мере, будет лицо человека видно и что-то слышно. Вот. В общем, на первый раз достаточно будет. Ну, оно снимает... Петр, ты разрешаешь вот такую инвестицию на этот проект, чтобы его реально в комфортных условиях и среди... Ну, давайте тогда этот запрос и сделаем на месяц. Подожди, подожди. А ты разрешаешь себе вот такое вложение 2000 рублей? Да, я разберусь просто, как с этого GoPro сразу кидать в YouTube, если там есть какие-нибудь настройки Wi-Fi. Но если она будет стоить, например, не 2000, а 6, пес с ней. Я куплю 6, тогда вон в раз... Ну, там сразу. Ну, или как, или там в рассрочку по 300 рублей наберу, чтобы она не тянула меня. Зато я могу буду снимать каждый день. Мне как бы не проблема. Вот. У меня нет ощущения, там, страха. Ну, я хоть, не знаю, хоть голый там буду сниматься, мне плевать. Но мне напрягает, что я не могу снимать, потому что у меня, ну, это, как сказать, ну, вот, типа, как сказать, там, iPhone древний. Даже вот ноутбук, который всегда звонил, замечательно, сейчас почему-то он начал показывать, что ему не хватает оперативки. Он иногда у меня отваливается периодически. Бывает там раз в квартал, может, там какие-то обновления накатились. И меня это прямо сильно вымораживает. Ну, кажется, что вот когда надо срочничать, то он начинает очень медленно работать, сволочь такая. И вот непонятно, в чем здесь, ну, может, это мое такое нежелание, типа, ну, как сказать, может, я это обесцениваю, эту программу. Ну, как, не то, что я обесцениваю, а такой, ой, мне это, наверное, не надо, да и ничего не работает, да и вообще, я тут самый, я тут все знаю. Вот и выявили. Вот и выявили. Давай, говори по чесноку, что идет. Это, на самом деле, вот тема с оперативной памятью, это наша рептильная часть, она за это отвечает, да, то есть она, она и так работает. И вот что там у тебя? Вот что там? Ну, возможно, нет, поначалу у меня была такая идея, когда я в это ввязался, я думаю, нахер вообще я в это ввязался, я не пойму, зачем это мне. Ну, типа, ну, ладно, хотя бы ребята заставят меня видео пилить. И точка. Вот. Ну, и как бы, ну, с другой стороны, типа, я еще сам себя заставить не могу, что ли? А наша семейная кинокомпания вообще не о кино. У нас тут психологический анализ идет. Это 80% нашей проработки. То есть мы работаем именно с человеком, с внутренностями, с вот этой вот тараканами, которые в голове сидят. А навыки снимать себя, выложить на YouTube, это в принципе, ну, любой человек сможет. Хоть как-то, но сможет. Не, но мы формируем, помогаем сформировать здоровые привычки, да, на пути к этому и понять зачем. То есть у нас задача сейчас смысла определить. У нас задача вытащить тараканы. Смотри, определить вот твои смыслы, тебе это зачем, да, то есть вот для чего. Ты пока не знаешь в моменте. И что тебе это даст? Может быть, тебе легче будет вообще в целом достучаться до аудитории. Может, ты просто получишь драйв, которого тебе не хватает, вот в буднях, да, то есть, например, ты там много времени, как руководитель, сидишь за компьютером своим, там, да, еще там что-то, то есть вот. А тут добавишь театрализацию, такой драйв, и покажешь, как вообще живут такие люди. Ну, где-то, может, юморную какую-то свою часть получишь. Я как раз сейчас видео пилил, снятый на мой телефон, ну, наплюшевый, как мы в Дагомысе проводили пять интервью. Шум, там, гам, пятое, десятое, короче, вот. Петличку мы не взяли. Петличку не взяли. Ну, это видео, видео именно для того, чтобы показать то, что людям можно снимать на то, что есть, даже на древнем. А у вас петличка дорогая или обычная какая-нибудь, там, за 500 рублей? Ее дарили, то есть, профессиональная. Она профессиональная, да. А, Раде, да? Или как? Я не знаю, сколько должно стоить. Ну, ее специально команда мне дарила, скупали там, в общем, для интервью. Здорово. Здорово. Магус. Супер. Ну, она хорошо снимает, а голос хороший получает. Ну да, у вас звук вообще шикарный. Я просто видео смотрел и был прям удивлен, что вы на улице, когда снимаете, и у вас прям вообще никаких шумов там не было. Ну, когда вот презентационное было видео, и видно было, что прям здорово все. Вот это на петличку, да. Да, круто. Да. У меня просто есть такое понимание, что как бы, да, да, да. Да, у меня есть такое понимание, ну, по крайней мере, то, что я сам себе там историю, которую я продаю, что типа вот, у меня нету техники, поэтому я такой гениальный, ничего не снимаю. А вообще, если была, как бы наснимал, там кучу недель. Да, вот что-то типа того. В принципе, да, хорошее решение взять даже в рассрочку, там, какой-нибудь Dex за 2000 рублей, который будет, ну, достаточно хорошо снимать. Я просто тут недавно блогер одного видел, и увидел, что он снимает на GoPro от Sony. Да, она стоит там где-то двадцатку, но понятно, что он снимает не на телефон, то есть там качество совершенно другое. То есть, если заморочиться, можно купить это тоже самое Sony, тысяч за 10, например, бэушную какую-нибудь на Авито, и она будет прям шикарно делать видеозаписи. Ну, и, соответственно, можно ходить везде, снимать, и там, не знаю, ну, без всякого монтажа просто выкидывать это на YouTube, чтобы хоть что-то было. Вот, потому что иначе я просто, ну, так и буду откладывать. Вот, возможно. Первое видео я вообще без монтажа выкидывал, то есть у нас просто было количество, а потом в течение, мы где-то уже через больше ста видео перевалили в YouTube, и уже начали сортировать. Ага, вот это вот так надо, вот это надо покачественнее, и начали уже старые видео, которые совсем уже, ну, прям не очень, мы просто удаляем, и оставляем уже более насыщенный контент. И сейчас уже потихоньку, потихоньку начали уже наращивать качество, а не количество. То есть, у нас задача, не идти сразу к качеству, не идти сразу из топора, топором чесать, да, там что-то. Просто берем какую-нибудь наживку, и все, и хератим. И с того, что есть. Кстати, подкину себе мысль, но сейчас мы будем копать, то есть, узнаем, какие твои смыслы, но мне, знаешь, что пришло, Пётр? Так как вы сейчас запускаете один из проектов, я знаю, что у тебя их там много, один из проектов, связанный у тебя с начинающими предпринимателями, да, ты можешь для них написать классную серию видео, вот именно, ну, то есть, рубрику завести, да, вот у меня есть вот такие ресурсы, и я из этого снимаю вот сейчас. У меня сейчас нет GoPro, прям, такой-то там, и вот оно вот всё. Там и комедия будет, и мужа, и пьеда. Там будет всё, вот, но ты покажешь, как это, как начинающие предприниматели это делают. И на самом деле, ты покажешь пример, пример покажет, что, слушайте, давайте делать, чем осидеть и ждать, когда мы это будем делать. Нам важно продвигаться, нам важно запустить продажи, нам важно привлечь клиентов. Я делаю из того, что у меня есть. У меня есть вот это. Делаю, делаю, всё, погнали, погнали. И ты берёшь и показываешь пример. Для них это серия, которая будет длиться в течение месяца, да, как сериал такой. Отснимешь там сериал в течение месяца. Она им будет очень помогать на всех путях, когда... Именно таким, как ты. Да-да-да. Которые не хотят снимать, пока они чего-то не купят. Не то, что чего-то, а, скорее всего, здесь есть такой момент педантичности у Петра. Я её, с одной стороны, приветствую, потому что хочется, ну, совершенства какого-то, то есть ты к нему стремишься. Но сейчас нет такого ресурса. Как Мира сказала, я не буду рисовать, пока мне 72 карандаша не купишь. Ну, у неё там было месяца, два-три, наверное, у неё было три каких-то карандаша. Какие-то два-три месяца? Она просто херачила тремя этими карандашами. Я говорю, вот, пока нормально, пока не сдашься, я тебе не куплю хорошие карандаши. Вот она сдала, стала рисовать, я её купил. У меня, на самом деле, я не то, чтобы жду хорошую технику, у меня, даже на том телефоне, на котором я снимаю, он, сволочь такая, вообще не отправляет файл, он говорит очень долго, долго соображает, и то, что я снимаю, ну, я могу там поглядеть сам, посмеяться и удалить, ну, потому что это бред какой-то. Вот, я начинаю там куда-то грузить файл, тяжелее одной минуты, он уже всё, там, типа, память забита, всё забито, и всё летит, короче, не по плану. Вот, поэтому, как раз таки речь не идёт о том, что надо покупать что-то дорогое, там, какой-то Роде телефон, или там, что-то там, или какой-то айфон 25-й какой-нибудь, а речь идёт о том, что, в принципе, можно из говна и палок какую-нибудь видеокамеру дешёвую купить, там, за действительно 3000 рублей и попробовать на неё наснимать. Ну, будет, в принципе, ну, выкинуть её всегда можно, или на Авито продать за полусонный. Ну, в общем-то, тут потерь никаких не будет. Интересно такой вот эксперимент посмотреть, вот как сериал, где ты показываешь по шагам, что ты купил там, на чём ты начинаешь это делать, и прям вот поснимать это всё. Да можно, только я себе, наверное, не буду это вменять в обязанность, чтобы каждый день не снимать. Ну, вот, есть такой момент, что... Нет, это не про каждый день в данном случае. Вот ты как хочешь, в каком режиме, вообще, насколько тебе это откликается, вот записать такой сериал. Ну, не знаю, сколько там, может, у тебя три всего будет урок таких видео, может быть больше, может, меньше, мы не знаем. Да можно, он как бы пока мне, ну, как бы, как сказать, пока, ну, почему бы и нету такая идея. Не то, что я такой весь такой, ого, вот это поворот, а скорее, ну, надо попробовать, когда начну попробовать, тогда будет видно. Ну, вот, надо начать, и тогда будет понятна вообще идея. О чём этот эксперимент будет? Давайте порассуждаем вместе. например, Владимир запустил эксперимент на Ютубе с воздержанием, да? Сегодня уже полнадцатый день. Вот, и он у него счёт идёт там. И он об этом рассказывает на Ютубе. Когда-то позитивное выходит видео, там люди лайки ставят, а когда-то вообще-то, вообще, я не знаю, что делать. Они его поддерживают. Комментарии пишут, поддерживают меня. Вот, а у тебя эксперимент будет, например, а что тебе это вообще, вот, ну, съёмка видео, да, и восприятие видеоблога даёт во всех сферах жизни? Интересно поэкспериментировать и исследовать? Ну, реально, ну, ты взрослый человек, там, руководитель, всё такое, ну, нахрена мне снимать видео? видео. Ну, что за бренд? Я что, 15-летний, что ли, да? Вот. А теперь можно попробовать. Ну, эксперимент. Это же тоже, грубо говоря, ну, одно дело говорить, что я всё умею, а другое сделать это и посмотреть, а умею ли я или получится ли у меня. Я, в принципе, не против. Интересная идея. Да, да. Вот, и давай посчитаем, ты вот как как раз руководитель, который умеет считать циферки и так далее. Вот, поделись, что это в цифрах тебе дало там в продвижении, может быть, в продажах как-то ты увидел, что как-то повлияло, да? Вот тебе твоя тарзанка, только другой уровень. Да, потом, как ты себя будешь чувствовать, может быть, на уровне ощущений тела или души, да, какие-то новые будут вообще состояния. Потом, это может быть, новое решение в голове появится вообще вот просто от того, что ты будешь этот эксперимент вести. Потому что я, например, замечала, насколько в бизнесе прокачка идет и новые решения происходят, когда мы в соц. проявляемся через видеоформат. Ну, или текст. Вот твоя задача все сферы свои, ну, там, как-то описать и отмечать для себя, что, где меняется у тебя конкретно от ведения этого эксперимента. А какие бы ты хотел вообще показатели для себя, то есть, давай, вот, как в целях пропишем, чего ты хочешь, какие-то результаты. У меня есть конкретная цель, которая прописана уже у меня давно, пару лет назад, что, например, один из роликов YouTube у меня наберет, например, миллион просмотров. И, на самом деле, чтобы это хоть когда-либо произошло, нужно хотя бы сколько-то, ну, например, сколько-то роликов туда загрузить, потому что, если я не загрузил за год целых ноль, то тяжело на ноль целые миллионы крутить. То есть, хотя бы, например, если у меня будет 50 роликов, то там хоть какой-то шанс есть. Если будет их 150, то, наверное, шанс будет повыше. Ну, либо вообще этого не случится, но если я просто хотя бы не пойму, ну, как сказать, ну, не начну выкладывать ролики, то как бы, ну, это будет бредовая тогда идея. А так, цель давнишняя стоит, вот, чтобы один из роликов набрал миллион. В принципе, почему бы... Тогда самая важная цель будет это набрать миллион просмотров. То есть, тебе важно активировать вообще, активировать этот запрос, да? Ну, да, чтобы я хоть начал хоть как-то двигаться в эту сторону. Может, это меня, как сказать, я просто смотрю там какие-то, ну, как сказать, не знаю, чуть ли не деды там, столетние делают уже YouTube-каналы, и ты смотришь и думаешь, ну, блин, да, я что не делаю. У меня хотя бы YouTube-канал есть, и у меня там видео однокадровые, с одного дубля, снятые, на тему там, как правильно делать резюме и все такое. Ну, да, это я делал там лет 8 или там 7 назад. Ну, как бы, ну, и отлично. Сейчас мне хочется, я сейчас, например, намного проще буду выступать, ну, намного легче говорить. Тогда я писал там, волновался и все такое, и мне как бы хотелось это все дело переписать. Ну, вот. Ну, и сейчас я думаю, что нормальная будет разминка для, хотя бы для того, чтобы связать два слова и просто что-то рассказать. Ну, потому что я, например, посты много пишу, я больше двух тысяч постов написал. Я понимаю, что это мне отдало ощущение, что мне, как бы, вообще плевать, прочитает меня, не прочитает, мне вообще абсолютно без разницы. Мне, конечно, хочется, чтобы там было лайков побольше или там просмотров, это чисто какой-то такой спортивный интерес. Но, например, я не подбираю особо слова, когда пишу, ну, и для меня это важно. То есть, раньше, например, я когда первые там посты писал, да, я как-то там переживал там, ну, а что обо мне друзья подумают, скажут, вот кретин, например, там начал какую-то херню писать. А сейчас я думаю, да мне плевать вообще, ну, вообще все равно. И иногда какие-то дебильные посты пишу. Они прочитают, что мне там скажут, что прокомментируют. Абсолютно. Я тут видел Володю там в перепалку с Юлей пастух как-то ввязался. Ты еще когда первый пост ей написал, я подумал, ну все, сейчас начнется. Ну, она любительница написать всякую ерунду, вот, и думаю, ну, не ерунду, а как бы, ну, она молодец, конечно, ну, я ее уважаю, и все такое. Ну, очень любит много писать, вот, и думаю, сейчас начнется там перепалка на две недели. Вот, ну, поэтому было здорово, что у меня там просмотров побольше. Я даже не стал. Я прям это, ВК, наверное, стал рекомендовать себя. Представляешь, что можно творить у тебя в видео? Я тоже поэкспериментирую, посмотрю, насколько видео, например, меня больше, ну, будут продвигать, потому что у меня, ну, там, как бы, хорошая отсечка, когда, например, в ВКонтакте меня видят там тысячи человек, и для меня это прямо здорово. А с другой стороны, YouTube, это другая совершенно аудитория, и там можно и 10 тысяч, и 5, и 8 легко сделать, и там, ну, прям спокойно, и 100 тысяч. И с точки зрения продвижения, это, ну, крутая бесплатная площадка. Вот, поэтому... Вон, баночки собирали, 5 тысяч просмотров почти. Да, поделись нашими результатами. Ну, ты можешь и сам, конечно, зайти в статистику посмотреть, там видно, но вот, мы не очень давно развиваем свой YouTube. У нас первые шортсы были, это, ну, 20 просмотров, 100 просмотров, потом 150 просмотров, такие, о, классно, классно. И потом уже начали, когда за тысячу перевалили, просмотров, YouTube сам начал рекомендовать, то есть, и 2000 потом просмотров, сейчас уже вот, в течение месяца, наверное, да, в течение месяца уже до 5000 просмотров дошли наши шортсы. Это одноминутные, да, какое-то видео? Да, одноминутные, да. Идут подписки, люди стали поддерживать. Даже на шортсы больше подписываются, чем на обычные видео. Ага. А вот видео стали обычно не смотреть. Стали, да, длинные видео смотреть. У нас есть прямые эфиры. Длинные видео вообще не смотрели. Двадцатиминутные эфиры такие. Стали их смотреть, то есть, это тоже стало интересным. У меня просто, например, телефон, он даже, когда я начинаю YouTube грузить, он такой говорит, ой-ой-ой, что-то странное, у вас какой-то iOS древний, такого уже не бывает, извините. И как бы у меня даже нет приложения в YouTube. Вот, поэтому, как бы, для меня это боль. Но это надо просто купить, пойти и там в рассрочку взять или как-нибудь еще иначе. Вот, просто для меня выбор телефона это... А скажи, пожалуйста, сколько сейчас уже вкладываешь или вкладываете в рекламу? То есть, есть вообще бюджетная рекламу? Нет, абсолютно нет. Ноль вкладываем, но мы вкладываем, ну, мы, например, готовы там съездить на какой-нибудь вебинар или семинар, ну, на семинар на какой-нибудь и выступить перед аудиторией. То есть, мы вкладываем, ну, деньги, время и силы в том плане, что мы наживую выступаем, и там какая-то конверсия есть, ну, достаточно высокая. И, например, там каждый, там, пятый что-то у нас покупает, иногда каждый третий. Ну, и как бы нам это понятно, весело и, ну, нормально. А реклама, например, понятно, что мы вкладывали. То есть, у вас реклама такая. То есть, у вас больше через живой формат идет продажа, привлечение и продвижение себя. А в интернет, получается, вот, именно в технологии, да, ведь, смотрите, купить GoPro, обновить компьютер, какое-то программное обеспечение купить, ну, еще что-то, да, вот, из инструментариев. Это же все инструменты, и оно нас начинало продвигать именно через виртуальную среду. Вот в эти секторы давно были вложения, ну, такие вот капитальные? Потому что у вас же тоже онлайн обучение. Лет пять назад были вложения капитальные. Вот, соответственно, все это морально уже устарело, и, ну, как бы, ну, мы давным-давно еще, когда начали там вебинары вести, прямые эфиры, мы тогда нормальную веб купили, мощную, у Ани был комп, бодрый, но он сейчас, кстати, еще, наверное, живой, просто надо его включить в розетку, мы даже не знаем, на чем он способен. Вот, и, что там еще? Ну, и, соответственно, на тот момент у меня был почти новый айфон, который все снимал, вот, и все замечательно было. Сейчас просто настолько все ускорилось, что, например, оперативка, которая есть в этом телефоне, ну, ей можно, наверное, только звонить, вот, иногда, наверное, отвечать на телефонные звонки, что у меня, собственно, активно и происходит, а когда я начинаю что-то там делать, ковырять дальше, вот, он уже, как бы, да, ну, и, собственно, они еще занижают там старые модели, типа, ой-ой-ой, у вас что-то модель старая, купите лучше за 180 тысяч новый айфон, он такой замечательный, ну, и они технически, возможно, занижают производительность, вот, ну, как-то так, но, с другой стороны, это мои проблемы, что это я нович, что у меня денег нет на новый телефон, ну, значит, что это я за блогер такой, горе-блогер, надо, значит, новый купить, снимать, рилсы скидывать и радоваться жизни, тоже хороший план. А как тебе мысль такая, что постепенно, по чуть-чуть вкладываясь, то есть, задача описать этот список, что мне важно, чтобы я, ну, в драйве, да, в комфорте, вообще, это такое виртуальное свое продвижение делал и реализовал свою мечту, может быть, она у тебя даже детская, даже не взрослая, да, вот, чтобы ролик набрал миллион просмотров, ну, разреши себе это и пусть... Пусть в апреле придут столько людей, чтобы ты три айфона купил. И пусть у вас найдется решение, смотри, в онлайн, да, именно, которое принесет это, это нужное количество ресурсов, да, то есть, придут люди на тот же YouTube, они купят у вас какие-то онлайн продукты у тебя конкретно, да, или у вас вместе, там, не знаю, что это будет, и в итоге ты сможешь обновить себе и позволить не вот сжаться, да, обновить тебе и компьютер, и то, и другое, ну, то есть, чтобы у тебя было обеспечение для ведения именно в интернете, в информационном пространстве этой деятельности очень комфортно, и ты, чтобы рулил этим автомобилем, там, летал в своем космолете прекрасно и легко. Я еще подумал, можно же ноутбук просто апгрейдить и добавить оперативки туда немножко, там, ну, за сколько-то тысяч рублей, и его, ну, и всякие программы накатить, которые будут снимать, не обязательно с телефоном бегать. Можно его просто подключить, надо. Пожалуйста, у тебя могут быть свои решения, более ты разработчик, тебе может так комфортнее, да, то есть, например, я, наоборот, после долгих лет разработки, поняла, что сейчас мне важно с телефоном бегать, ну, на данный. У нас тоже два ноутбука, один полетел. И обновлять, да, то есть. А третий, у меня там столько забита память, что он вот так вот его кряжет постоянно. Так что у нас тоже ничего хорошего нет. Ну, не то, что ничего хорошего, ну, то есть, все требует обновления, но если мы туда не вкладываемся, мы не можем оттуда и получить результат. Это как ты сказал, если я ноль роликов выложил, то я оттуда и взял ноль. Вот то же самое с информацией. Если мы ее уважаем, если мы вкладываемся в эти технологии, в данном случае в новые, то они нам и дают новые технологии, новые возможности, через которые задача монетизировать, то есть, как это вложение сделал, как банк, да, и умножил эти вложения через свои проекты и продвижение. Вот, ну, задача это сделать. Я вложил 2000 на GoPro, а оттуда достал, например, 20 тысяч. Как тебе такое решение? Ну да, идея прикольная, да. А ты вот пропиши прям себе, я взял 2000 и сделал из них 20. Поставь себе вот такую вот, ну, для мозга такую совершенно математическую задачу и пусть оно материализуется для тебя. И оно может прийти на... На самом деле, это всего два человека, которые согласятся тренинг пройти, вот и двадцатка. Это как бы, ну, очень даже не, ну, не суперсложная задача, так, по идее. Ну, вполне себе реально. Вот, поэтому, да, надо посмотреть и посмотрю, какие есть эти... У меня при том товарища есть знакомые, который прям вот заморочен этими всякими камерами, он там знает, какие и все такое. Он даже какую-то профессиональную купил, здоровенную себе, чтобы комментарии какие-то там, хоккейные, матчи какие-то снимать. Вот, но он так пока не поймет, на какие кнопки жать, там все по-японски. Вот, поэтому этот, в принципе, да, может, у него вообще GoPro хоть-нибудь валяется вон на заднем сидении, он скажет, бери, пожалуйста, сколько хочешь, пользуйся. Зная его, скорее всего, у него что-то такое, да и есть. Кстати, хорошая идея. Как превратить ноль рублей в 20 тысяч? Вот это веселее. Вообще, слушай, а может быть, это вообще твоя фишка, ты любишь так делать. Вот Владимир тоже любитель этого. Из ничего делать там чудеса. Вот, в общем, проведи такой эксперимент. И в данном случае, смотри, социальные связи, это капитал. Твой капитал, который ты наработал, как ты говоришь, я люблю, когда ВКонтакте у меня тысячи там просмотров, да, соответственно, ну, ты примени эти связи, это деньги, в данном случае, тебе может человек доверить свою GoPro на месяц, погонять. Ну да. Ну да, кстати, я сейчас Лёше позвоню прямо и узнаю у него, какие у него там валяются на задворках истории, что он там может погонять, дать. Ну, либо он скажет, что там вообще, какую выбрать, хотя бы посоветую. Запрос Даш придут. Так, ну что, давай сформулируй тогда, у нас 30 минут разбора. Закончились. Давай сформулируй ты своими словами, какая у тебя цель и в чём твоя мотивация. Какая цель у тебя надо? Получается, в течение будет такая, что не искать оправдания, потому что, ну, как богатые люди, они не ищут оправдания, они просто действуют. а я что-то оброс с теми оправданиями, что вот у меня телефон не такой, это не то, это не всё там. что-то, одеяло убежало, то, что-то там, как у меня там было, то, что-то, в общем, как у маршака, короче, всё не то, всё не так. Сейчас мы это всё вытрякиваем. Как лягушка, ускакала. Точно, забыл сразу. Вот, поэтому я действительно выбираю стратегию, что всё у меня на самом деле есть и всё это под носом, а если чего-то нет, ну, как бы возьму друзей, а если не, ну, если куплю, или куплю, то что будет тоже очень ценно. Ну, либо возьму друзей на время аренды и заплачу с удовольствием за это небольшую денежку, чтобы был какой-то равноценный обмен. Не просто, чтобы я как этот, как какой-то там клещ, который бесплатно высасывает какую-то эту энергию, а типа, сколько это стоит? Тысяча рублей в месяц? Да, пожалуйста, вот тебе тысяча рублей, дай мне хорошую видеокамеру. Вот. Более того, есть товарищ, который прям жаждет снимать, я, кстати, совсем его со счетов сбил, у него там какой-то мохнатый телефон, ну, мохнатый микрофон, но это, видимо, чтобы шумов не было. Телефон и ручка вот такая, которая шевелит, чтобы когда трясешь, стабилизатор даже какой-то есть. Так что, в принципе, он такой человек дотошный, я думаю, что с ним точно несколько видео смогу быстро сделать. Он даже говорил, что даже может что-то отредактировать. Вот. Так что, это, ну, интересная идея. Я уже... Встречи провести, комьюнити у вас будет. И с каждым записать видео. То есть, этот один совет дал, другое-другое. Супер. Вот. Получается, у меня уже двое есть людей, которые даже не подозревают, что скоро мне помогут. Замечательно. Ну, и получается, как результат, я должен обновить YouTube, выложить туда видеоролики, выложить это все во ВКонтакте, поскольку ВКонтакте это моя основная площадка. Я там еще осталось чуть-чуть до 10 тысяч добиваю эту циферку. И получается, ну, получается, просто буду видео пилить, не ожидая какого-то сильного результата, просто получать от этого удовольствие. Это и будет, наверное, самый важный результат. Потому что, если я буду глядеть, сколько у меня там лайков, ну, это все будет фигня. А так просто, типа, запилил видео, свежий какой-то контент, какую-то пользу нести. Я сейчас равняюсь на то, как даже Киев Михаил это делает. И, конечно, если я буду хотя бы в 10 раз меньше, но что-то похожее на него пилить, ну, с точки зрения ценности, то это уже будет, ну, задача на курсах будет выполнена. Поскольку он там пилит видосики где-то минут по 15, они супер-мега ценные. Я прям смотрю и думаю, вот это человечище, вот это круто. Вот. Ну, как бы там просто одна голова говорящая. То есть, получается, смотри, я получаю удовольствие от видеопроизводства. Вот это то, в какое состояние важно выйти в течение месяца. Да, да, да. Не швыряюсь телефоном в стену, например, а прям беру его с пола и начинаю прям собирать и опять снимать. Давай, дорогой мой, ну, давай, снимай, пожалуйста. Ну, и расскажи, на самом деле, из видео о том, что у тебя есть такая мечта. Один миллион просмотров моего видеоролика. Это будет твоя цель. Ну, это такая глобальная. То есть, просто поделись, что у меня есть такая мечта. И я вот этим челленджем, да, экспериментом я запускаю реализацию этой мечты. Как ты себя сейчас чувствуешь? Дай обратную связь нам, пожалуйста. Да, минут на десять обратную связь. Что было до и вот сейчас после СССР? Он улыбается, смотри. До мне хотелось швыряться телефонами в окно и коленом об колено ломать ноутбук. Вот, сейчас я подумал, что от этого проку сильно не будет. Будет поломанный ноутбук об колено и выкинутый в окно телефон. Вот, и сейчас у меня есть ясность, ну, это просто, видимо, отговорки обычные. Почему я что-то не делаю? Надо посмотреть, где это вообще еще видится. То есть, например, возможно, я могу себе говорить, да, у меня нет машины, поэтому я не делаю вот это. Или, например, у меня нет, там, не знаю, 5 миллионов рублей, чтобы инвестировать там в рекламу, поэтому я не делаю это. Или у меня нет сайта, поэтому я не делаю это. На самом деле, ну, можно же делать, ну, это как про путешествие, да, можно пойти вон пешком до Цумы и обратно. Вот тебе путешествия. Или пошел там на велосипеде куда-нибудь с горы скатился, тоже путешествие. И как бы, ну, не ныть, что, например, на Барье не уехал сию секунду. Поэтому буду отслеживать, смотреть, а где еще я, ну, себе такую, такие истории себе продаю, что я такой, какой-то немощный и какой-то не такой. Ну, это я в кавычках, в кавычках, да, я так к себе не отношусь, это я так немножко, это, гротеск у меня такой, вот, я на самом деле адекватно себя оцениваю, я молодец, и физически крепкий, вообще, и умственно тоже сильно развитый, вот, просто иногда бывают какие-то штуки, которые, ну, как бы, ну, с другой стороны, когда американцы поели iPhone в 2011 году, они, наверное, даже не додумались, что кто-то в 2023 году будет по нему еще звонить и что-то пытаться делать, вот, наверное, они думают, что я с Crazy Man, они бы сказали, наверное, вот, а он у меня еще починен три раза и работает себе нормально, просто медленно, вот, поэтому, ну, наверное, ну, как бы, если я хочу зарабатывать или там, ездить на машине, ну, отлично, покупай машину, езди, типа, хочешь кататься, ну, люби, катайся, вот, поэтому здесь, наверное, ну, та же история, если я хочу пилить видосы, то надо просто брать, не знаю, и делать их хоть на зажигалку снимать, ну, главное, чтобы хоть что-то было, вот, не знаю, если нет возможности снять, но пока написать тексты, это же тоже работа, я помню, когда я просто делал эти штуки, ну, достаточно много текстов писал, сейчас, конечно, я буду очень легко записывать, ну, по крайней мере, мне так кажется, что я такой весь умный и все у меня получится, но, по крайней мере, начну пытаться и что-то у меня получится, вот, какие-то штуки точно вылезут, ну, или... Желание появилось, энергия на то, чтобы вот это делать? Это 100% появилось, знаете, вот, у меня поначалу было такое противоестественное желание, типа, блин, вот куда-то я ввязался, сейчас что-то заставят делать, вот, а сейчас у меня есть такое понимание, что... Сейчас у меня есть такая идея, что... что-то не представляет, оказывается. Да, ну, как бы, ну, типа, хочешь быть унылым дерьмом, ну, ничего не делай, ной там, не знаю, сиди в лужу. Вот, если хочешь что-то делать хорошее, ну, пробуй, снимай, не знаю, возьми телефон, не знаю, возьми он в магазин, сходи в магазине, сними телефон, там, на новый телефон и скинь себе по Wi-Fi куда-нибудь свое видео, можешь же и так сделать. В общем, как бы, вариантов много, и... про возможности, вот, и на самом деле их много, и элементарно, есть просто ребята, например, которые вот по средам ходят на мужской клуб, у них вообще там какой-то телефон, какой-то Samsung раскладушка за 190 тысяч, там точно камера хорошая, можешь сказать, слушай, Николай, дай-ка твой замки, сними-ка меня на телефон, и сейчас видео, видео какое-нибудь расскажу. Ну, технически же это будет сделано, ну, без разницы, как это будет сделано, ну, как бы, с моего телефона или с чужого. Да я потаскаю сумки, да? Слушай, Петр, мне нравится, извините про то, что у меня нету техники, но я снимаю, и у меня все получается. У меня все есть. Причем, на разные техники. Сегодня съемка в мужском клубе, смотрите, какой тут айдом. Айдом. Замок съемка в магазине продаж телефонов. Они мне все высылают, и я показываю технические возможности и думаю, какой же мне телефон выбрать? Хороший челлендж, Потому что мне главное, я умею договариваться, у меня остальные намки такие прокаченные, что мне все дают. Ну, да. Ну, да, хорошая идея. Это даже интереснее, чем на одно и то же снимать. Ну, на самом деле, попробую, поснимаю из того, что есть, как-то айфон тоже снимает. Он просто, надо просто понять, как перегружать. Может быть, я буду на гугл диск загружать или куда-то еще и оттуда скачивать. Наверняка много. Можно. Если на вайфай это подгружать, то он долго, но верно. Он просто, например, телегу здесь не кидает, но как бы, может там телега как-то ограничить или кэш надо почистить. В общем, на самом деле, раньше же я снимал и отправлял, ничего страшного. Сейчас, если он не отправлял, пару раз, ну, скорее всего, может надо было что-то обновить или, я не знаю, что-то с ним, в общем, сотворить, чтобы все заработало. Тем более, я его чинил, там камеру менял, протер его, он весь там чистенький. Ну, в принципе, там сколько качества, где-то, по-моему, 8 мегапикселей снимает. Достаточно неплохо на обычную камеру. Вот. Ну, фронталка там какая-то отстойная, там 3 мегапикселя или 0.3, не знаю, там древний какой-то. Ну, в общем, если подытожить, появилось желание делать, вот, увидел, что я придумываю себе отмазки, почему это не делать, вот, потому что можно все что угодно так обосновать, почему я не буду это делать. И будет здорово, действительно, на разные, на разные, наверное, ну, наснимать телефоны и скидывать видео. И об этом все рассказать. Да-да-да. Реально огонь. Ну, отлично, я сегодня попробую с айфона первое видео записать, что я готов тут в YouTube выходить и запиливать контенты. Вот, правда, в YouTube не получится выгрузить, ну, наверное, не получится, потому что, ну, не знаю, там, получится, не получится, попробую. Включи, проверь, может, оттуда получится. Может, ну, кстати, да, может быть, там, залогинить, через почту перекинуть. Да, по крайней мере, у меня ВКонтакте интересен очень сильно. И можно, не знаю, первый месяц ВКонтакте выкладывать. Это же тоже видео, тоже контент. Вот, а потом уже, не знаю, там, и в YouTube уже что-то дальше кидать. А так, событий много происходит, просто я это не снимаю. И можно было там встречу мужского, женского клуба снять, еще что-то такое, в общем, ну, какой-то контент. И у меня еще есть такой момент, тоже поделюсь. У меня есть идея такая, что я не умею делать монтаж, это первый момент. Второй момент, что у меня, наверное, нет мощного компьютера, чтобы программа была нормальная. И третий момент, даже если я умел делать монтаж, я его не хочу делать. Ну, вот просто палкой меня заколотить, не хочу делать монтаж. С другой стороны, можно какого-нибудь, можно на фрилансе кого-нибудь нанять за тысячу рублей в месяц, он будет монтаж делать, хоть какой-то. Ну, там, накладывать музычку или просто делать заставку, типа, ха-ха, это Петр там, ну, что-нибудь такое. Ну, или не за тысячу рублей, за сколько-то рублей. В принципе, тоже вариант. В этом плане, слышишь, начни первый месяц без монтажа все делать. То есть, я вообще монтажом, я сказала, заниматься и выкладывала просто видеодневник. Вот, у меня было там первое видео, я там подписывала. Я могу монтаж делать. Я подписывала видеодневник, там, месяц такой-то, ну, к примеру, да, вот такой-то, и выгружала вот там 10 видео, вообще, смотрите. И народу это нравилось очень. Никакого монтажа я не делала. Вот у меня монтажер великий. Прикольно. Я сказала, я этим заниматься не буду. Я в какой-то момент раньше это делала, я сказала, нет, только не я. Ну, меня это очень сильно вывозит. Я прямо сейчас попробую ВКонтакте выйти и прямой эфир запилить. Вот, наверное, получится. Давай, давай на этой энергии прямо расскажи, что я пошел на проект и вот такие дела у меня тут выпускаются. Все супер, оказывается, все возможно. Сейчас вай-фай шустрее было. Спасибо большое, ребят, за то, что затащили меня в эту авантюру. Я, в общем, буду все делать. Смотри. Спасибо большое. Действительно, мне это очень нравится. Давай, стряхивай эту старину и соедини своего мальчишеского четверга мальчишескую свою мечту с вами большими мужскими амбициями. Вперед. Пока. Пока-пока. Пока-пока.